Всем привет с канала NewPunk и сегодня у нас новый видеоролик по моделированию как я и обещал они будут выходить чаще на разнообразные тематики. Сегодня у нас эта модель опять звездовская МИГ-21БС советский истребитель по кодификации НАТО ФИШБЭТ-Л. Размер 1 к 72, так как я собираю авиацию только такого размера, но и гражданские версии к 144. Изготовлено это по лицензии АО РСК МИГ, то есть как бы по лицензии компании, которая именно занимается постройкой реальных самолетов, что может нам сказать о том, что как бы модель должна быть выполнена качественно, сама модель изготовлена в феврале 20-го. Вот такие цвета нам предлагается использовать, что-то с фокусом я прям не знаю что. Декали, я даже эту модель еще пока не открывал и предлагается какие можно еще модели приобрести. Кстати, бомбардировщик Су-24 смотрится очень здорово. Ну коробку отложим в сторону упаковочную. Встречает нас также просто картонка и сразу идет первый пакет, это декали сами. Для того, чтобы можно было сделать в трех вариациях, это советские, ВВС, российские даже скажем, финские и польские. Скажу сразу, буду делать польскую. Здесь кстати фонарь кабины из двух частей состоит. Буду делать польскую версию. Во-первых, у меня пока что нет польской техники в коллекции. И это хороший способ разнообразить ее. И также она смотрится более интересно за счет того, что вот вы можете посмотреть сразу три варианта окраски. Польские, финские и российские. Российский с присущим нам камуфляжем. А финские также камуфлированные, но немножко с другими пятнами. А польские идут в серебряной краске. Я, если не забуду, то вставлю вот сюда картинку, как раз таки это будет очень, я думаю, смотреться интересно. Нос, элементы крыла, это будет такого из зеленого цвета для выделения. Сам, значит, советский истребитель, это истребитель завоевания превосходства. Он поставлялся в ВВС Советского Союза и ряду зарубежных стран. Сирийская авиация активно применяла 21-й бис во время боевых действий в Ливане 79-го-83-го года. Наибольшее количество МиГ-21 бис получили ВВС Индии. На сегодняшний момент продолжает стоять на вооружении ВВС стран СНГ и многих других государств. Встречает нас руководство по сборке. Значит, так же, как обычно собираются вертолеты и авиация, это с места пилота. Так как оно идет ключевое и монтируется в корпус. То есть представлен цельнолитный пилот. Корпус, его окрыление. Потом элементы закрылок шасси и вооружение. Так же предлагается нам его поставить на подставку. Что я, кстати, тоже сделаю. Вероятнее всего, это так же будет моя первая модель, которая будет стоять на подставке. Здесь так же прикладывается вкладыш со звездой, что как работать с клеем с мелкими деталями, что их есть не нужно. Загватывать тем более. И работать с клеем и красками в хорошо проветриваемом помещении. Уже темнеет, а я видео стал записывать. Так. Значит, здесь у нас пакет литников. Встречает нас как раз таки подставка. Такая стандартная звездовская, которую можно приобрести отдельно. Она стоит 170 рублей. Я думаю, вместо обычной фиксированной стойки вот такой, я хочу сделать вот такую, чтобы типа была дуга и он вот так вот типа на дуге стоит. Но я еще посмотрю, как можно будет сделать по-интересному и как это будет выглядеть в конечном итоге. И, значит, пакет литников. Коробку мы уберем. Там облой от подставки. Значит, что у нас в пакете присутствует? Сразу его вскрываем неаккуратно, как я это делаю всегда. Его сразу в сторону. Вот давайте, что здесь? Здесь днище и хвост. Выполненные почему-то на отдельном литнике, но, видимо, им так показалось будет удобнее. Далее. Это сам корпус самолета. То есть он будет вот. Еще учитывая, что здесь будет нос у него. Так, это не маленькая модель, я скажу. Вот модель пилота в гермошлеме. Ракеты. Направляющие. Как бы здесь идут вот такие вот мелкие элементы. Дальше, что у нас тут идут? Крылья. Крылья. Кассетная залповая система. И здесь, значит, турбовыдух. Идет из двух частей сверхтяжелая бомба. И также здесь идут элементы шасси. Кстати, шасси, я скажу, такие немаленькие довольно-таки. Мне вот интересно. А, вот. Вот получается передняя шасси, а вот два задних. Так. Все правильно. Все верно и прекрасно. Так. Значит, также тут имеются две ракеты. Это все будет в процессе сборки. Собираю я не в целях соблюсти какую-то историчность, хотя придерживаюсь этого. А именно собираю для себя, для души, для успокоения, для своей коллекции. Значит, вот такая вот составляющая идет у вот этого набора. Это не подарочное издание, без красок. Вот именно в таком комплектующем виде. С вами был NewPunk. Скоро мы его соберем. Я, наверное, начну выкладывать и в группу. Также есть в инстаграме, куда вы можете перейти по моей ссылке. И все увидите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.